Развитие инновационного бизнеса, работа с молодыми кадрами, привлечение их в частности в IT-отрасли, эти и другие вопросы обсудили представители крупного, малого и среднего бизнеса некоммерческих организаций на встречу с губернатором. Совещание прошло на площадке Краевой торгово-промышленной палаты. Подробности расскажет моя коллега Евгения Караксина. Представители малого и среднего бизнеса некоммерческих организаций инициировали встречу с главой региона на площадке Краевой торгово-промышленной палаты. Вопросов обсудить успели немного. В частности, говорили о работе с молодыми кадрами, привлечении их в IT-отрасль. Проблемы оттока молодых специалистов озвучивают и крупные IT-компании. Что необходимо нам сделать, чтобы мы смогли найти более тесный контакт с правительством, с МИРСом на опыте других регионов. У них даже есть какие-то законодательные акты, которые обеспечивают именно развитие IT-отрасли в тех регионах. Хотелось бы понять, каким образом сделать наши тесные контакты, которые бы обеспечивали вовлечение IT-компании региона, вот в объем работ, которые вы действительно очень большие выделили у нас здесь в регионе. Глава региона озвучила, что работа с этой сферой у правительства постоянная. Все встречи с IT-сообществом носят открытый характер. Практически все разработки, которые мы доказываем, нашим обязательным условием является высадка здесь программистов, или нами здесь программистов, формирование здесь офисов и центров компетенций. Накапливайте ресурсы, накапливайте компетенции, приходите с проектами работать. Пожалуйста, у нас недостаток проекта, да, и у нас в сфере IT, если на то пошло, у нас проблемы не с рабочими местами, у нас проблемы со специалистами. IT, я считаю, вот это как раз та сфера, где нам нужно просто больше выпускать специалистов, причем во всех сферах. Вопрос прозвучал от гильдии инновационных организаций в сфере образования, которая оформилась при торгово-промышленной палате в марте этого года. Председатель гильдии попросила о возможностях участия представителей частного образования в обсуждении и принятии решений, касающихся развития образования в крае. На сегодня они чаще всего исключены из этого процесса. Сегодня есть те программы, те практики, которые они пока представляют только на частном рынке, но я думаю, что они могли бы быть на условиях государственного частного партнерства более активно внедрены, в том числе и в государственное образование, и от этого выиграли бы все. В сообществе попросили наладить контакт с конкретным специалистом из Министерства образования, который бы принимал участие в работе гильдии. Глава региона дал поручение министру Раисе Касиной в этом вопросе пойти навстречу представителям инновационной бизнес-среды. Тему сейчас обсудим подробнее в нашей студии. У нас в гостях Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленной палаты. Олег Михайлович, здравствуйте. Спасибо за то, что оперативно смогли сегодня с совещания прийти к нам. Какие-то краткие итоги совещания сегодняшнего бизнеса с губернатором? Какие проблемы, может быть, озвучили в основном? Сегодня у нас проходилось заседание Совета торгово-промышленной палаты в формате встречи с губернатором. 26 мая в России празднуется День предпринимателя, как раз накануне дня. Но у нас повестка была не праздничная, а абсолютно рабочая. И спектр вопросов также обсуждался очень большой. Это и участие местных IT-компаниях в тех заказах, которые сегодня Край реализует. Учитывая, что действительно многократно выросли объемы вложений в эту отрасль, в том числе бюджетных вложений, местный бизнес, конечно, заинтересован максимально активно участвовать в этих процессах, потому что это в том числе и создание рабочих мест в IT-отрасли, это и закрепление кадров. Были вопросы связаны с теми проблемами, которые складываются в строительной сфере. И здесь также принципиально была озвучена позиция губернатора. Это тоже очень важно услышать из первых уст, те подходы к градостроительной деятельности, которые сегодня Край не просто декларирует, но и реализует. Мы предъявили ряд новых наших практик. Это работа отраслевых объединений, таких как гильдия, инновационных образовательных компаний. То есть есть те, кто применяют современные методики, которые, может быть, не являются сегодня стандартами. И очень важно при подходе к новым видам образования уже использовать то, что используют частные образовательные учреждения. У нас очень большой спектр частных медицинских компаний, частных охранных структур. То есть бизнес Пермского края, он очень многогранен. Вообще надо сказать, что по уровню развитости малого и среднего бизнеса, он оценивается в количестве юридических лиц и частных предприятий на тысячу жителей. Пермский край находится на 10-м месте в стране. Это неплохой показатель. А вообще что предпринимателям-то нужно? Ну понятно, что, наверное, какие-то преференции дать, потому что тут закон о закупках никак не обойдешь, наверное, сложно. Но какие возможности для захода, может быть, с крупным бизнесом контрактоваться и так далее? Что хочет малый и средний бизнес, прежде всего? Первое, что хочет бизнес, это уважение. Он хочет уважение к себе как к направленному партнеру, а не просто к отношению к тому, кто, скажем, обслуживающий персонал. Подошли, отошли, когда стало не надо, значит, спасибо. Это, наверное, первое. Второе, бизнес хочет справедливых и понятных цен и расценок. Вот сегодня приводились примеры по охранной деятельности, что если стартовая цена не предусматривает даже выплату минимального размера оплаты туда, сложно предположить, что туда придет качественная компания и будет оказана качественная услуга, бизнес готов предложить свои компетенции в части разработки стандартов, в части общественного контроля, в части участия в расчете экономически обоснованных тарифов, потому что они понимают эту историю. Аналогичная история и в здравоохранении. У нас действует 1400 организаций здравоохранения, из которых только 180 – это государственные, муниципальные, а все остальные – это частные. Да, они, каждый, имеют очень свою маленькую нишу, но это тоже количество рабочих мест, это высококвалифицированные специалисты. И мы понимаем, что для жителей, не со всеми вопросами жителей у нас идут в муниципальную поликлинику либо в государственную больницу. И это вопрос развития бизнеса. Ведь смотрите, что очень важно, есть национальный проект развития малого бизнеса, где говорится, что сегодня у нас 18 миллионов работает в малом бизнесе, а должно работать 25 через несколько лет. И мы задаемся вопросом, а где эти люди будут работать, в каких секторах экономики. И поэтому очень важно развивать эти секторы экономики, где либо власть является заказчиком, то есть принципы аутсорсинга, где будут развиваться какие-то принципы государственного, частного партнерства, потому что бизнес не приходит с позиции «дай». Бизнес приходит с позиции «давайте сотрудничать». Да, мы, конечно, хотим зарабатывать, но при этом мы готовы оказывать качественную услугу и поднимать уровень той или иной отрасли на следующую ступень и быть достойными участниками этого процесса. А вообще про цены, да, действительно, вы затронули вопрос. Бизнес, на самом деле, часто об этом говорит, в том числе и в нашей студии. Не знаю, на каких площадках они могут собираться, чтобы действительно донести, как вы сказали, оценку регулирующего воздействия, действующих законов и так далее, предложить там свою помощь в разработке адекватных сейчас рыночных цен. На каких площадках они могут? Ну, понятно, через ТПП это логично, они к вам заходят. Мы, конечно, предлагаем свою площадку. Почему? Потому что у нас существует закон Пермского края о торговой помышленной палате. Мы имеем право работать с органами власти, у нас есть соглашение со многими органами. Мы входим в состав большого количества общественных советов при федеральных органах власти, при министерствах и имеем возможность доносить эту информацию. И поверьте, что та информация, которая к нам приходит, она ведь тоже была подготовлена и сегодня была раздана, в том числе, министерством в преддверии встречи с губернатором. Ну, это те вопросы, которые, разумеется, поступили заранее. Те вопросы, которые были непосредственно в ходе встречи, они все найдут свое продолжение. Очень важно, как к ним будут относиться наши партнеры из власти. А вообще, какие... Понятно, что сейчас вы берете вопросы и типовые объединяете, какие-то, ну, там, чуть ли не выходите с законодательными инициативами или поправкой в нормативных актах, там, и по региону, может быть, что-то на федеральный уровень выносится. А если взглянуть в будущее, что бизнес вот на пороге ожидает? Потому что, например, когда мы говорили с уполномоченным по защите прав предпринимателя Анатолием Маховиковым, он говорил о том, что очень много сейчас вопросов возникает по маркировке. Потому что мы все знаем, сначала начали маркировать шубы, потом заговорили о лекарствах, и потом заговорили, что все больше товаров будет маркироваться. Там, наверное, никто не против внедрения этих историй, потому что это прозрачность. Но вопросы возникают. То, что у нас происходит, наверное, дальнейшая цифровизация, в том числе и налоговая сфера, это уже факт. То есть это внедрение, ближайшие вещи, это внедрение онлайн-касс. Мы знаем, что Государственная Дума, в том числе с позиции, с подачи бизнеса общества, перенесла сроки внедрения этих онлайн-касс на более поздний период для отдельных категорий предпринимателей, не имеющих в найме работников. Но, тем не менее, это точно тенденция, и к этому надо готовиться. Конечно, это повышает прозрачность отношений, в том числе и в сфере занятости. Второе направление, к которому я считаю, что мы скоро достаточно подойдем, это самозанятые. Сейчас идет эксперимент в четырех субъектах федерации, но есть уже обсуждение о том, чтобы не дожидаться окончания этого эксперимента и начинать внедрять механизмы самозанятых, особенно в тех сферах, в которых действительно нет наемных работников, где человек сам оказывает услуги. То есть у нас очень много скрытой теневой занятости, и это тоже, наверное, важно. Третий момент, с которым точно сейчас уже сталкивается бизнес, это оплата налогов по кадатствовой стоимости. Это имеются земельные участки и объекты недвижимости. Сначала речь шла о больших объектах, постепенно это будет продвигаться на объекты меньшего масштаба. И здесь, конечно, в некоторых случаях происходит просто скачкообразный рост налога, но только надо смотреть, от какой базы. То есть если это были копейки, а стали десятки рублей в одно, если это были уже серьезные сотни тысяч, например, то, конечно, это приведет к увеличению нагрузки. И здесь мы тоже оказываем профессиональную услугу и участвуем в комиссии по оспариванию. Если есть заключение оценщиков, значит, соответственно, мы будем стоять на стороне бизнеса и доказывать его правоту. Отлично. Олег Михайлович, вот вы когда говорили о таких ключевых моментах по поводу того, что бизнес говорит о том, что их нужно уважать, адекватные ценники выставлять, очень важная история, и тоже вы об этом неоднократно говорили на совещаниях, важность там правил игры в государстве и так далее. В очередной раз начинаем говорить о регуляторной гильотине. То есть насколько я понимаю, какие-то сейчас предложения от региона федерация ждет. В этом, не знаю, плане Пермский край вообще, как находится в какой системе кардинал? Вы знаете, предложения есть. К сожалению, может быть, они пока носят достаточно разрозненный характер. То есть на наш взгляд, вот даже то объединение по отраслевому принципу, которое мы сегодня предлагаем внутри палаты, наряду с какими-то общими комитетами, как комитет по внешнеэкономической деятельности и по развитию предпринимательских инициатив. Мы считаем, что на профессиональные темы надо говорить на более таких узких площадках. Почему? Потому что, ну вот не секрет, что для того, чтобы, скажем, открыть кафе, надо выполнить порядка 180 требований разных надзорных органов. И понятно, что часть этих требований, она просто-напросто избыточна. Да, конечно. И вот, собственно, об этом, наверное, говорят. Но тут печально, наверное, то, что в этот же момент у нас происходит ужесточение ответственности по ряду других направлений. К сожалению, ряд направлений. Но вот сейчас, например, есть введена ответственность за хранение персональных данных. Вот если вы работаете с частным лицом и с его паспортными данными, то вы должны определенный комплекс мероприятий провести по защите. Это тоже нагрузка, это тоже дополнительная ответственность. При этом наша задача в данном случае, ну, может быть, где-то разъяснять бизнес. Мы не настолько все-таки влияем на законодательство. И мы уже, получается, работаем с последствиями. То есть мы, с одной стороны, какие-то пытаемся отрезать излишние требования. Другой стороны, вводятся новые требования, которые, собственно... Донести обязательно до бизнеса. Да, и которые еще, между прочим, несут с собой довольно серьезные штрафные санкции. Вик Михайлович, буквально у нас остается одна минута. Еще такой вопрос. Сегодня же тоже в ходе встречи поднимался о том, что кадры есть дефицит. Особенно то, что вы говорили, он будет замечаться, вот этот кадровый голод, особенно в IT-отрасли в ближайшие годы и так далее. Что в этом плане делать, не знаю. Что перезагружать систему образования, понятно, наверное, каким-то образом. Завязывать сюда бизнес и так далее. Смотрите, на самом деле у нас, опять же, есть две тенденции. У нас есть тенденция высвобождения людей в связи с ростом производительности труда и созданием высокотехнологических рабочих мест. И это тоже тенденция. И часто, когда оценивается тот или иной инвестиционный проект, вот мы по привычке оцениваем, а сколько создано рабочих мест. А можно оценить по-другому, а сколько высвобождено рабочих мест. И вот эти люди, высвобождаясь, они скорее перетекают в какие-то другие секторы экономики, про которые я, собственно, и сегодня уже говорил. Отлично. Спасибо, Олег Михайлович Жданов, в нашей студии. Президент Пермской торговой промышленной палаты. Спасибо, Олег Михайлович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова